И в преддверии Нового года артисты запорожского тюза поставили на сцене японскую народную сказку. На премьерном спектакле побывала наша съемочная группа. На сцене тюза оживали украинские, русские и даже арабские народные сказки. Решив порадовать публику чем-то новым, артисты остановили свой выбор на японской культуре. Впервые не только город Запорожье, но, наверное, и вся Украина обратились к японской тематике. Есть в нескольких театрах кукольные японские сказки, но вот сказки такого масштаба, как сделали мы, практически не было. Это был наш такой смелый эксперимент. На сцене разворачивается зрелищное действие, чему главным образом способствуют декорации и костюмы. Музыкальная сказка в поисках дракона рассказывает о двух братьях. Старшим, решающим все проблемы на своем пути грубой силой, и младшим, который полагается лишь на доброе слово. Это именно своей тематикой и привлекла эта пьеса, что в ней есть то, чему мы хотим научить наших детишек. Но не навязчиво, не назидательно, а именно они сами это все увидят, сравнят, что лучше, что хуже, и выберут свой путь. По словам актеров, работа над этой сказкой очень отличалась от предыдущих постановок. Передать особенности другой культуры значит изменить методы работы над персонажами, пластику движений, подачу текста. Пришлось даже осваивать новые горизонты. Вместе с тем работать над этой постановкой было вдвойне интересно, говорят артисты. Японская культура очень интересна, самобытна. Ну и погружение в другую культуру всегда дает много позитивных моментов. Много было интересного, потому что мы здесь деремся. У нас были специальные занятия по айкидо с сэнсэем. То есть очень много было работы над собой именно для этого спектакля. Это совершенно другое. То, что происходит на сцене, немножко отличается от того, что мы раньше делали. Другой стиль, даже другая подача слова. Это очень интересно. И я надеюсь, что будет интересно и нашим зрителям, особенно маленьким зрителям. Постановку в поисках дракона посетил даже посол Японии в Украине во время визита в наш город. Запорожцы же смогут приобщиться к японской культуре как минимум до окончания новогодних праздников. Продолжение следует...